Ирина, скажите, пожалуйста, какие народные средства принимают для профилактики и лечения модной болезни? Вот, два дельфина ответили, как раз два часа на вот это. Значит, если человек находится в прямом контакте с больным, он заражается рано или поздно. По крайней мере, так случилось с нами. Значит, для... Так, мне пришлось ухаживать за родным больным человеком. Моего иммунитета и профилактики хватило на два дня. Потом свалилась вся семья, только дочери почти не коснулась. А так у всех, кроме дочери, вскоре сразу пошло в легкие. А профилактика у нас была мощная. Давайте почитаем. Я теперь думаю, что если чуть только наступает недомогание, нужно сразу же идти на трех-четырехдневный голод. Не дожидаясь, пока болезнь разовется. И не испытывать судьбу, надеясь на различные народные средства. Я сюда добавил и медикаментозные средства. Нам они не помогли. Только время потеряли и заработали пневмонию. А в таком слабом состоянии уже голодать тяжело, да и страшно. Поэтому, как только начинается проявление инфекции, сразу на голод. По мнению Петровича, четырехдневный голод избавляет от этой болезни. Но я бы не сказал, что это мое мнение. Несколько человек прислали свои отзывы, что именно им помог не трехдневный голод справиться с этой модной болезнью, а именно четырехдневный. Вот как только они заболели, начинается все это дело делаться. Ну а так, что? Что можно сказать? Вот если мое мнение. Конечно, меньше контакт с разного рода людьми. Вот я тоже заметил, что... Я там как раз в гаражах там побыл. А вообще первый раз я заболел, это в том году, когда мой знакомый по гравитационной гимнастике, он привез вот эту болезнь. Мы с ним позанимались, действительно был контакт. После этого я, значит, как раз вот и переболел. Переболел так более-менее средненько так. Средненько я переболел, да? А вот вспоминаю, как раз это при мне было. Приехали с какого-то селения к сыну. Сын занимается интернет-магазин. Вот как раз за этим самым препаратом на основе березы брать. Бетулин. Бетулин. Они приехали с этого там селения. Говорят, у нас все лежат, все тяжело. И я так отдаленно наблюдал за их разговором. Ну как отдаленно? Допустим, метров пять, там три было от меня до них. А он как раз стоял, контактировал с ними. И это уже было вот, когда вот этот дельта был в разгаре, да? Он же заболел очень тяжело. Температура вот после общения с ними. Температура сорок там. По-моему, жена тоже заболела. По-моему, жена как-то легче принесла. Дети? Нет. Два ребенка, девочки. Сколько там, значит, лет? Примерно это будет десять. И там, допустим, в школу ходит семь. Но они ничего не заболели. И несмотря на то, что он там пытался чем-то там таким, из своего этого арсенала воспользоваться, то, что он, значит, ничего особо не помогло. Значит, был такой разговор Тодикамп, что Тодикамп защищает или не защищает. И вот родственники Тодика, которые выпускают, то есть его этот самый племянник, который выпускает Тодикамп, говорят, мы пьем, вроде как нас не коснулся. Значит, я люблю так делать выводы и повторять для себя. Вот что бы я сделал? Это меньше контактов вообще. Меньше контактов, потому что дрянь действительно очень заразная. Меньше контактов. Раз. Далее. Вести спокойный, умеренный образ жизни. Вот как вы ведете. Ходьба, то-сё, пятое-десятое. Вот как я веду. Нормально никто ничего особо не пристает. Не переедать. Особенно слизообразующих продуктов, сладкого. Вот. И если вдруг случится, вот я сейчас сам думаю. Если вдруг что-то там случится, там накроет пятая волна. Или цунами, или еще какая-то. Значит, я сразу пойду на голод. И тогда, там допустим, за 4-5, ну пусть там 7 суток голодания, все это пройдет. В противном случае, вот, я болел. У меня где-то это все вылилось недели, наверное, в 3. Одна неделя была такая. И температурка там была. Вот. Потом была там слабость. И где-то еще месяц шло какое-то восстановление. Сейчас я уже как полон сил всего. То есть, это было в том году, как раз в это время. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...